Ну, на вопрос, для кого этот тренинг или эти тренинги, на самом деле его могут использовать все. В зависимости от того, у кого какой есть интерес. Он может быть просто для банального среднестатистического человека, который решил заняться генеральной уборкой, чисткой себя, привести себя в порядок, осознать, кто я, и справиться с какими-то неприятными ситуациями, какими-то эмоциональными залипаниями, которые у него есть непосредственно в жизни. Ну, это первый уровень. Это может быть полезно для людей, которые работают с другими людьми, для того, чтобы, узнав классификацию травм и увидев модели поведения, то есть потом можно научиться коммуницировать непосредственно с этими людьми. Поэтому первое – для собственного использования, второе – это можно использовать для профессионального. В силу того, что тот материал, который я даю – это выжимка, это действительно квинтэссенция курса четырехлетнего по психологии, институтского образования по психологии. Это курс по психотерапии, это выжимки с разных направлений психотерапии, где взяты действительно самые лучшие. И это собрано конкретно в единую программу. Это привязано, поскольку человек целостен, это привязано не только к чистой психотерапии, не только к психике, это привязано и к человеку целиком. То есть мы можем понять, почему тело у нас болеет, какие психоэмоциональные проблемы у нас существуют. Это будет полезно и для тех людей, кто занимается духовными практиками. Ибо на сегодняшний день достоверно известно, есть уже статьи философов с мировыми именами, которые занимались и наукой, и духовными практиками. И они точно говорят о том, что можно быть просветленным, но при этом можно быть сволочью по жизни. То есть я даю практики по ремонту эгоструктуры, по выстраиванию. Есть интересный американский философ, биохимик, и где он написал, вот по вертикали у него есть эгоструктура, да, и этап развития эго от самых, скажем, низших этапов до более высоких, и есть развитие сознания. Духовные практики занимаются развитием сознания. И есть в разных школах случаи, когда действительно люди, достигшие просветления, при этом ведут себя как-то, ну уж очень негативно, бывают агрессивными, вспышками ярости и так далее. То есть эгоструктура при этом не меняется. И если я хочу действительно достичь каких-то божественных переживаний любви, если я хочу быть светлым, чистым, то надо строить эгоструктуру. И одних медитаций бывает недостаточно. Как правило, недостаточно. И я даю методологию, я даю техники, я даю технологию, то есть этапы, как по этому можно двигаться, какие инструменты можно использовать. Более того, я даю направление, если вам этого будет недостаточно, вы можете зайти, посмотреть и читать еще что-то дополнительное. То есть я ничего в этом плане не скрываю, я не делаю из этого большой тайны. Вот для меня это правда. Вот эти тренинги – это мой большой 25-летний опыт и врача-психотерапевта, и где-то научного сотрудника. И это опыт моего личностного развития, потому что через себя я пропустила, вот, наверное, все, что есть в психотерапии, все психотехники, духовные школы. И я смеюсь, говорю, иногда я прошла этап от «Темной ведьмы» до «Просветленных». Я сидела в ретрите действительно с просветленными людьми и имела эти переживания. И истории их о том, что достиг же просветления, потом тебя опять стягивает, и люди еще несколько лет тратят на то, чтобы разобраться со своим собственным эго. Поэтому на самом деле эти тренинги будут полезны для всех. Как для профессионалов, как для индивидуального пользования, как для людей, которые занимаются психологией, которые позволяют и, вернее, помогают другим людям справиться с какими-то проблемами. Но его можно использовать, вернее, не сам тренинг, а материалы, которые будут давать. Пожалуйста, это можно работать друг с другом, можно работать в семье. То есть они вот достаточно универсальны. С одной стороны, они легкие и простые, с другой стороны, ну, там, ну, очень много, ну, скажем, знаний. Да, вот несмотря на свою простоту, оно, ну, это не просто так собрано что-то, смиксовано. Оно собрано вот изюминки. Оно собрано изюминки. Да, и выстроено в такую очень целостную систему. Так, целостная система. То, чего, по сути дела, не хватает в большинстве практик и техник, это когда целостно дан весь продукт, который ты можешь зайти в него с любой стороны и использовать на этот этап. Да, да, да. Здесь и материалы психоаналитиков, здесь и духовные материалы из духовной школы, здесь и знания физиологии тела, вот, здесь и знания устройства психики. Ну, здесь вот человек целостен, да, и я даю, как с собой, как с целостной системой можно работать на разных этапах. Экологично для самого себя.